Добрый вечер, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу новостей. В студии с вами Гулина Гильмулина. Сегодня в программе. Молитва в каждом экземпляре. В центральной мечети Мамадыша работает Центр сбора гуманитарной помощи бойцам СВО. В рамках проекта «Большая музыка» в малых городах проходят мастер-классы, творческие встречи и концерты академической музыки в детских музыкальных школах и детских школах искусств районов Республики Татарстан. При входе захватывает дух и хочется не спеша прогуляться. В Мамадыши в одном из подъездов многоэтажки развернулась настоящая художественная галерея. Об этом и о многом другом вы узнаете через несколько секунд. Молитва в каждом экземпляре. В центральной мечети Мамадыша работает Центр сбора гуманитарной помощи бойцам СВО. Верующие изготавливают окопные свечи, маскировочные сети и другие предметы первой необходимости для отправки в зону специальной военной операции. Работа в ТЛУ продолжается. В гуманитарном центре Тангас из Юракляр неугомонные сердца при центральной печати города волонтеры продолжают изготовление маскировочных сетей для военнослужащих, находящихся в зоне СВО. По словам Розалии Схаковой, по чьей инициативе и появился центр, названия соответствуют характеру его активистов. Центр начал свою работу в прошлом году. Для верующих сначала провели мастер-классы, после чего специально отведенный зал в мечети не пустовал ни дня. Даже по праздникам женщины приходили сюда, чтобы внести свой вклад в благое дело. Девчонки все хорошие, старательные. Учителя приходили, показали сначала. Потом уж мы посмотрели, научились и работаем. Слава Богу, девчонки очень хорошие. В мечети есть возможность прерваться на намаз, вслух читать молитву во время работы. Очень надеемся, что к нашему делу присоединится и молодежь. Тогда, кроме патриотического воспитания, мы сможем дать ей еще и духовно нравственные отмечаются женщины. Очень стараемся, вкладываем всю душу, все тепло души. Очень желаем, чтобы наши ребята поскорее вернулись домой живыми, здоровыми, с победой. Отметим, что это не единственный центр по сбору гуманитарной помощи в религиозных учреждениях Мамадыша. Такой же центр функционирует и в церкви преподобной Ксении Римлянани. Муглина Гельмулина, Алмаз Камалеев и Лиза Нургалеева. Новости Татарстана. Казанская консерватория вновь везет большую музыку в малые города. В рамках проекта «Большая музыка в малые города» проходят мастер-классы, творческие встречи и концерты академической музыки в детских музыкальных школах и детских школах искусств районов Республики Татарстан. Такой десант прибыл и в Мамадышский район, где юные таланты сразу нескольких районов смогли пообщаться и поучиться у лучших музыкантов. Продолжение темы в следующем сюжете. Динар Шахметов – юный баянист из Менделеевска. Несмотря на то, что он всего лишь ученик четвертого класса музыкальной школы, уже многие могут позавидовать его умениям. Мне показались замечания насчет штрихов, а также самой игры и в длительности нот. Как отмечает руководитель этого юного музыканта, такие встречи и мастер-классы нужны не только учащимся, но и преподавателям. На них можно узнать много интересного и нового и в дальнейшем использовать свои педагогические деятельности. Не зря приехали. Очень было полезно, интересно. Вот даже самому ученику, я думаю, даже, да? Хотя, конечно, мы в классе, мы с ним так и работаем, да? Вот это все поднятие кисти, да? Он как будто бы... Мои замечания мимо ушей. А тут уже со стороны, раз уже с консерваторией, он, я думаю, учтет это. И Кириллу тоже. Вот он играет произведения уже не за третье класса, а уже и постарше. И вот сейчас ему уже тоже сделали замечания по штрихам. Очень полезно. Мне и самой прям так это понравилось вообще. Я думаю, что это мы возьмем все во внимание и будем в школе все это дорабатывать, доделывать. Задача проекта – инициировать музыкальную активность в малых городах России, возродить интерес слушателей к классической музыке, а также способствовать тому, чтобы она вновь стала важной частью воспитания и образования подрастающего поколения. Вы знаете, встретились творческие люди. Вам есть о чем пообщаться. Это очень здорово. Вживую, то есть и директора, и преподаватели, и дети приехали к нам тоже. Это прекрасно. Учащиеся в музыкальных школах смогли не только вживую пообщаться с профессиональными музыкантами, построили даже планы на проведение совместных концертов как в своем городе, так и в Казани. Приезжают многие преподаватели. Приезжают преподаватели из консерватории, из высшего учебного центра. И они помогают нам открыть свои способности, развиваться и помогают сделать нас более профессиональным музыкантом. Нужно отметить, в соответствии с условиями проекта будет выстроена система профессионального и творческого общения консерватории и начального звена музыкального образования в рамках научно-образовательного кластера Казанской консерватории. Ланж Бабаньян, Звугулина Гельмулина и Люза Нургалеева. Новости Татарстана. При входе захватывает дух и хочется не спеша прогуляться. В Мамадыше, в одном из подъездов многоэтажки, развернулась настоящая художественная галерея. Такую красоту создал неравнодушный мужчина, который любил природу, особенно летнюю. Но почему здесь уместно использовать слово «любил»? Об этом в нашем следующем сюжете. Вся эта история началась еще более 10 лет назад, когда семья Усатюк с севера переехала в Мамадыш и поселилась в обычной многоэтажке со стандартным подъездом. Творческая натура главы семьи не смогла привыкнуть к невзрачным стенам, поэтому супруги начали ремонт не только приобретенного жилья, но и всего лестничного пространства, а также двора. Всегда любил все красивое, все это живое на севере у нас, в подъезде цветы всегда были оранжереи, было хорошее. А здесь, так как мы уезжаем отсюда, и подъезд у вас холодный, у нас там подъезды теплые батареи, и много было цветов. Но здесь вот это все красивое любил, вот это решил так, чтобы глаза радовало. В особенности природа, летний пейзаж. Девять месяцев зимы на севере стали причиной того, что в подъезде в большинстве сюжетов картин фигурируют цветущие луга, березы и речки. Автор этих работ Юрий Коробов. С ним Виктор Усатюк познакомился случайно. Увидев на улице человек, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, решил каким-то образом ему помочь. Он нигде не работал, вообще работы не было у него, он решил ему помочь, и в общем организовал, покупал краски, да и вот это, давал ему работу. И вот он разукрашивал эти картины на белый, там плачат, которые тоже разукрашены, это тоже их не только дело. Работу художника мужчина развесил между этажами, таким образом каждый житель и гость дома может любоваться искусством. Уютнее. Ну, где-нибудь такое видели еще до этого? Нет, наверное. Замечательно. К сожалению, встретиться с автором работ нам не удалось. Юрий Коробов, проживающий в доме престарелых и инвалидов, сегодня находится на лечении в Казани. Но прошлым летом художник-самоучка стал героем одного из наших сюжетов. У меня в церкви хорошие, в церкви я рисовал. Там морганин закрасили, графика пришла. Там у меня живопись была в церкви. А вы только рисуете или может фигурки делаете? У меня фигурки наше дело, сейчас уже не рисовать. Так все рисую. Главой семьи Усатюк, который всю жизнь стремился помочь людям, не стало в 2020 году. Как отмечает супруга, он оставил после себя светлую память. Каждый день люди любуются, глядя на картины с подъезда. А это значит, что Виктор все сделал не зря, говорит Ольга Усатюк. Гулина Гельмулина, Ландыш Баба Нязова и Люза Нургалева. Новости Татарстана. Они совсем не знают покоя. Каждый их день – это мини-путешествие. Время для детей и, конечно, для себя. Лемега и Сарсенгалей Жикшимбеевы из города Мамадыш вот уже на протяжении 45 лет верят в настоящую любовь. Прекрасное чувство между парой родилось при свете спички. С людьми с беспокойной душой и не умеющихся, дети без дела встретилась и наша съемочная группа. Парень-казах, приехавший в 1978 году из далекой Астраханской области, влюбился в Лемегу в клубе совхоза Мамадышски. Один из ноябрьских вечеров молодой парень с приятелями пришел в клуб. Здесь готовились к встрече Нового года. Сарсенгалитом приглянулась черноволосая девушка. Мим взглядом убило меня все. Вы просто подошли и познакомились? Я зашел в клуб, в совхозный клуб. Это она на сцене, как раз она репетировала. Потом свет потушился. Потом со спичкой нашел я ее. Даже так? Да. С того самого дня пара неразрывно живет 45 лет. Лемегайсер Сарсенгалит Жикшембеевы оформили законный брак 13 апреля. Несмотря на суеверие, молодые были уверены в своей любви. Любви без уважения не бывает. И уважения без любви. Так ведь. Если, допустим, человек нравится, значит нравится. Это уже не будешь говорить каждый день. Я люблю. Просто показываем уважение друг к другу. Мы просто молча. Семейная пара является активным участником всех концертных мероприятий района. По словам Сарсенгали, его увлечения, песнями и музыкой живет благодаря Лемеге. Именно своим душевным голосом, красотой и покорила она супруга. Лемега же с молодости активно участвует в различных культурных мероприятиях. Тяжело учить. Некоторые говорят, не буду больше учить я ее. Но все равно приходится учить. А он по-татарски, ему тяжело учить. Эта песня у нас, мы Балхаш, в Казани выступали уже с этим. Потом. Филармония. Филармония, да. Наш принцип – дарить людям радость, говорят о Лемега и Сарсенгали. Они чтят традиции и татар, и казахов. Передавать традиции подрастающему поколению, сохраняя культуру внутри семьи – девиз Жикшимбеевых. Когда дочери полгода было, она заболела у нас. Мы поехали в Астрахань, там жили. И вот научилась готовить бишбармат. Люди встречаются, люди влюбляются, женятся и живут и долго, и счастливо. Эти слова точь-в-точь описывают героев нашего сюжета – семью Жикшимбеевых. Пара говорит, что и дальше будет стараться доказать окружающим, что настоящая любовь существует. Гулина Гельмолина, Ландыш Баба Ниазова и Лиза Анургалиева. Новости Татарстана. С книгой «Открываю мир природы» в Мамадыше под таким названием прошла встреча с писателем и журналистами Неварисом Менгалиевым. Автор восьми книг ознакомил детей со своим творчеством и выступил с мастер-классом для юных литераторов. Продолжение темы в следующем сюжете. В центре детского творчества встреча с писателями – это всегда праздник. А встреча с тем, чьи книги пользуются большой популярностью, у школьников – это праздник вдвойне. Здесь же можно было получить ответы на вопросы от первого лица. Где родился и учился любимый автор и книга, какие хобби, когда вышла первая книга, кто прототипы его героев, как рождается сюжет и сколько времени уходит на написание книги, пишет ли рукопись или печатает на компьютере. Юных литераторов интересовало, куда можно обратиться для публикации своих произведений. Нам понравился очень хороший сюжет. Там все, что нужно знать нашим маленьким детям. Все есть. И дружба, и любовь к матери, и любовь к родине, и любовь, я не знаю, к хлебу. Ну, я думаю, что это очень патриотическое произведение. И очень воспитательно. Воспитание очень хорошо проходит. Если вы внимательно посмотрели то, что мы сделали, мы постарались все донести. И одежда, и быт, и даже говор, там, как написано в произведении, буква «Р» не выговаривается. Мы специально на эту роль взяли такого мальчика, который не выговаривает букву «Р». Здесь также можно было услышать истории создания литературных произведений и о прототипах героев. Его книги с первых строк затягивают, увлекая за собой в круговорот невыдуманных событий и судеб. Стоит только открыть книгу. Отложить в сторону получится нескоро. Львовская школа подготовила инсендиировку по произведениям рассказа и такая история, который посвящен трагическим событиям 21-го года, когда был в Поволжье голод. Это произведение было написано по достоверным историческим событиям, который прошел в нашей деревне, в Малой Термини, где до пуска хлеба убили мальчиков. В рамках мероприятия наградили победителя районного конкурса с книгой «Открываем мир природы». На конкурс было представлено 20 работ из 8 образовательных учреждений района. Ребята создали свои художественные иллюстрации по творчеству Мингалеева Минавариса Харисовича. Выбор победителей был крайне сложен, так как в каждой работе был введен огромный вклад каждого ребенка. Победители и призеры награждены дипломом, подарками Дома детства и юношества и подарками от Вариса Гали. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok